Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я предлагаю приготовить сырники. Это только один из рецептов, потому что приготовление сырников это процесс творческий и здесь возможны различные варианты. В данный момент я использую такие продукты 300 граммов творога, готовлю с домашним и когда делаю творог для сырников обязательно откидываю на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Примерно по половине столовой ложки пшеничной муки и кукурузного крахмала, одно яйцо, половина столовой ложки сахара, плюс половина чайной ложки ванильного сахара, щепотка соли. Основным ингредиентом сырников является, конечно же, творог, а в остальном вы можете менять все по своему вкусу. Можете брать только пшеничную муку без крахмала, можете использовать только крахмал, можете брать муку рисовую или овсяную, а можно сделать их с добавлением манки. Разница будет только в том, что если вы будете использовать манную крупу, то тесто нужно будет постоять примерно полчаса, для того, чтобы манка набухла. Количество соли и сахара также можно менять. Все остальное очень просто. Смешиваю муку и крахмал, сюда же добавляю соль, к творогу добавляю яйцо и сахар с ванильным сахаром и все перемешиваю с помощью обычной вилки. Блендер лучше не используйте, не разжижайте массу и теперь сюда же добавляю муку и крахмал и также вилочкой перемешиваю. Этого количества муки и крахмала может не хватить, это зависит от влажности вашего творога, но не нужно добавлять сразу больше, посмотрите на консистенцию массы, не забивайте ее мукой. Посмотрите на консистенцию готовой массы, она очень нежная, но в то же время ей можно уже придать форму. И больше не нужно добавлять ни муки, ни крахмала, на разогретую сковороду выкладывайте любой жир или масло, на котором будете жарить сырники. Я жарю на топленом сливочном масле, формировать сырники лучше всего влажными руками, я массу дополнительной муки не обваливаю, ну, если вы любите, можете обвалять. Нагрев между средним и сильным, те, что поджарились, аккуратно переворачиваю. Нагрев уменьшаю, оставляю между средним и минимальным, когда сырники достаточно поджарились с другой стороны снимаю. На этом все, дайте им немного остыть и можно есть, подавать их можно с любым вареньем или джемом, так как сахара в них совсем немного, или в классическом варианте со сметаной. Ну вот посмотрите, я их разломаю и вы увидите, какой они внутри творожной консистенции, то есть настоящие сырники, а не творожные оладьи. Вот такие аппетитные и очень вкусные сырники у меня получились и обязательно получатся у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!